На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Влада Васильева. Здравствуйте! Золотую и серебряные медали выиграли белорусские экипажи на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в польской Познани. В гонках мужских байдарок двоек не было равных Владиславу Литвинову и Дмитрию Натынчику. Серебряными медалями копилку белорусской дружины пополнил экипаж байдарки четверки в составе Маргариты Махневой, Ольги Худенко, Надежды Попок и Марина Литвинчук. Аршанский Витен во второй раз подряд вышел в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу. В третьем поединке полуфинальной серии действующие чемпионы страны разгромили на своей площадке Гомельский БЧ. Уже после первой половины встречи хозяева велись с серьезным перевесом в счете 6-1. Во втором тайме аршанцы не стали расслабляться и продолжили доминировать. Итог победа с разницей в 7 мячей – 11-4. До этого игроки Витена дважды огорчили железнодорожников – 4-3 дома и 3-2 на выезде. К слову, в этом чемпионате они одержали виктории во всех проведенных встречах – 22 в регулярном сезоне и 5 в матчах плей-офф. В другой полуфинальной серии победитель пока не выявлен. Вторую путевку разыгрывают в РЗ «Столица». В первом поединке минчане уступили в серии послематчевых пенальти. В следующем матче на своей площадке взяли реванш. В минувшую субботу столичные игроки закрепили успех. Третья игра серии проходила на паркете спорткомплекса «Локомотив». Гости вышли вперед на восьмой минуте, ближе к перерыву удвоили счет. А на старте второй половины матча довели его до разгромного. Хозяева не бросили играть и сумели трижды огорчить ворота соперника. Правда, еще дважды пришлось доставать мяч из сетки своих. «Столица» побеждает 5-3. Следующий поединок за выход. Финал состоится в Минске 8 июня. На таких стадиях не бывает легких игр. Конечно, тяжело. Очень тяжело играть. Хватает, может, Семенов где-то в конце. Мозг выключается, допускаем много ошибок. Настраивались. Результат, конечно, удовлетворительный. Повели в серии. Ну, конечно, настраивались. Сейчас на каждую игру настраиваться надо, потому что каждая игра – это частичка общего. А теперь о футболе. Белорусская молодежка обыграла в спарринге футболистов БАТЭ. На поле столичного стадиона «Трактор» подопечные Сергея Ясинского обыграли оппонентов со счетом 3-1. К слову, в этой игре принял участие Никита Некрасов. Нападающий футбольного клуба «Гомель» вступил в игру на 77-й минуте. Отметился и полузащитник Игорь Костров. Он сыграл за сборную Молдавии, которая с минимальным счетом обыграла Азербайджан. Футболист «Гомеля» сделал голевую передачу. С новостями спорта вас знакомила Влада Васильева. Оставайтесь на Беларусь4.